Это группа Тату, легенды, можно сказать, страны и не только нашей поп-культуры. И они сегодня будут выступать перед матчем. Тимур. Да, Дима, отшутился. Спасибо тебе большое. Сейчас мы не будем говорить об атаке Спартака, мы поговорим действительно о вашем редком по нынешним временам выступлении. Вы сегодня будете исполнять «Нас не догонят». Вы когда-нибудь воспринимали эту песню по-спортивному, как сегодня ее будет воспринимать Зенит? Конечно, ну, во-первых, мы открывали в 2014 году Олимпиаду, где, собственно, мы исполняли уже как Ким «Нас не догонят». И сегодня мы здесь, в Петербурге, на такой игре, на таком матче «Зенит-Спартак» – это, конечно, вау! Очень круто и очень приятно. Ну, как видим, хочется пожелать удачи и пусть победит сильнейший. Будем болеть за всех наших ребят. Так, что это, что такое болеть за всех наших ребят вашим? За «Зенит», за «Спартак», за красивый футбол? Ребят, вы знаете, очень сложно вообще кого-то выбирать и за кого-то болеть, и за кого-то нет. Но хочется, правда, пожелать победы, настоящей победы. Вот, и чтобы не произошло, все равно, ребята, вы лучшие. Спорт – это круто. Мы с вами сегодня здесь. Ну, и потом самое главное, наверное, это чтобы игра была интересной, захватывающей, чтобы зрители получали от этого удовольствие, как от искусства. А вы понимаете, что сегодня «Зенит» может стать чемпионом? Вы знаете это? Да, конечно. Конечно. Так, будете до конца смотреть, как это будет происходить. Мы посмотрим, если есть. Нам же интересно, мы уже здесь. Ну что, напоследок в унисон. Нас не догонят, да? Нас не догонят! Ждите выступления, которое будет перед самой игрой. Спасибо, Юлия, Лена, спасибо. Спасибо. Такого разгерничавшегося. Как конференция Тимура.